сегодняшняя тема вы знаете что такое иносказание, вы знаете что такое между строчек, когда мы читаем вот одна из таких вот ритмотивов сегодня-всего дня, я не буду только ругаться, я получил прекрасные письма сейчас мы с вами прочтем их, вопросы разберем, ответим недавно случилось чудо, я ответил примерно на 200 последних вопросов, не только по интернету, не только в вебинарах а в частной переписке, только раз я попался, это было вчера или позавчера а вот я не смог ответить на вопрос, вот так бывает, может быть мы этот вопрос еще разберем присылает фотография платуни, а у нее вот такое вот расстояние, причем корень или тут или все это корневощейка вот тут, и человек не знает, и я не знаю, он лип не состоялся мировой рекорд, оказывается, есть вопросы, которые я не знаю ответа специалист потом инфлюзу, с охотой не работал, извинился и все итак, что такое, когда папа о сексе знает меньше, чем ребенок вот, я беру шире, это просто аллегория, я беру шире итак, каждый день по телевизору показывает, есть у нас каналы все науческие показывает тот самый бред, на моей точке зрения, невероятный, немыслимый мы с вами несколько лет об этом говорим, а мы работаем параллельно, но и больше значит, смотрите сейчас, ну на фоне вот этой картинки, ну приятно посмотреть, да вот, но умная женщина, работяга, каких свет не видел я все спрашивал это, нет у тебя украинских корней, до сих пор я встречал только о всех работях, которых обязательно бабушка или дедушка с Украины вот, в данном случае она этого слова не знает это слово, это не о политике, да вот давайте так, значит, посмотрели мы на эти деревья прекрасные саженцы, двухлетки, сами видите, что тут сочетать вот, и удивительное дело, у них есть штамбы а я их никогда не делаю большинство деревьев, вот эти же, их родные братья и сестры ну ладно, покажу вот, хотел до следующей темы оставить но время идет, а деревья продолжают калечить немыслимо здесь очень трудно увидеть вот привитое деревья вот привитое дерево вот вот знаете, что они делают? сами над собой сгаляются эти деревья почему сказать? ну что тут непонятно там ветка, которая должна быть боковой почкой ее взяли на прививку сделали из этой боковой ветки одна была одна из когда я беру их одну из ну из деревьев примерно двух-трех веток это мой коронный номер вот прекрасные черенки получаются полноценные сами убедились и там на двух-трех летке ну сотни посек а в работу идет одна из сотен и судьба ее быть просто обыкновенной боковой ветки плодовой ростовой или плодово-ростовой так вот как это, видите, тут разные есть специально мне нескольких фотографий сделал именно сегодня именно для этого фильма почему? посмотрите сейчас это дерево и я его оставил себе вы знаете, я вам говорю, что это маточный сад вот поблизости все продано а этот остается навсегда вы что думаете? я начну им штамп улучшать отгибать, как учит этот телеканал усадьба эй, ухнем привязали дерево ветка вертикальная да ничего я делать не буду вообще ничего и будет он расти никуда это боковая ветка выпрямили да, она потеряла вот хорошее слово нашел только сейчас через столько лет она потеряла ориентировку в пространстве ее насильно ее это взяли и сделали ее вертикальной и теперь то, что должно расти в бок растет вверх согласны? ни одной ветки отрезать не собираюсь вот так и будет расти и ничего с ней не случится никогда и никогда на ней не появятся лишние ветки требующие уничтожения их будет ровно столько чтобы закрыть крону полностью все проехи а чтобы это под ней цвела жизнь полноценную крону да, уродливая да, согласен даже эту трогать не буду и вас к этому призываю я их жалко хотел посвятить отдельную тему все испортил вот теперь это я сейчас почему здесь и ничего общего с этим нет это спустя год это что-то самое ну трехлетка а эта двухлетка ей повезло поедет на новое место а может не повезло почему здесь ровенький штаб который даже секатором подходит что сегодня случилось друзья у меня соседи вот новые соседи они купили дом у нас общий забор я к ним зашел я им подарил саженец ну такая же традиция да я им подарил саженец абрикос она попросила зайти посмотреть у нее в чем кривая кость что она натворила хорошо я уверен что они не смотрят ну судя по их этому уровню она сказала так я когда увидел схватился за голову все деревья молодые были все а они были с самого низу ведь когда-то сосед мой уничтожил яблони высадь потом посадил по-новому но уже по моему требованию он не подходил к нему ничего ничего новые соседи вот этот дом продали мором уехали сад посадили мором уехали вот так вот все было чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик причем она не делала кольцо она не оставляли такие она просто знаете ну не примеряясь вот так вот после его я спросил зачем она это сделала а она говорит это да у меня это самая мания сосед прекрасный специалист вот он научил отрезать все эти ветки а здесь не отрезана ни одной и не может быть отрезана социальности железа и почему такого типа совсем другой тип сказать почему или уже понятно другая ветка с другое предназначение просто другая не ветка даже отрезал ветку на ней почки совсем другой тип вот здесь вот вы видите ростовую почка которая максимально была это ну я всегда беру одну из самых нижних и вот полушел год а потом прошел второй сейчас после этого прекрасно саженцы ну а что же делать раз мне нравится когда ветки идут от самого низа вот отсюда ну так неплохо что саженец урод нет когда вот здесь будет отрезанная заранее что будет после этого когда я сделал фотографию ушел значит помощник Татьяны ее же родственник вот здесь отрежет раз и на это отрежет два но тут два крупных три и после этого после посадки отсюда внимание пойдут побеги которые будут кормить корди о чем не знает никто и тот их авторитетный сосед с мамой тоже не знал когда научил все вот это отрезать раз и еще добавлю это ну я предлагаю я говорю у меня лишних десяток молодых саженцев я их показывал по моему а в отдельном фильме помните тут же на ютубе и там они растут такие ну где по пояс где по грудь вот десяток которые я еще не знавшись с ними делал я им подарил один принес им один вместе с комом земли принес а она говорит что это будет я брал самых крупных огромных плодов академика и выросил без прививки она мне спокойно заявляет а вот дичок выросит и это уже у нее ладно там кандидат наук которая ничего не понимает особенно в абрикосоводстве ну явно никогда не садила абрикосы потому что надо знать что с абрикосов железа дички никогда не получится и дичком получается культурно наоборот никогда сотни примеров и ни одного который бы она помните запятая мошенничество запятая ложь помните мой адрес вот и она говорит у меня дичок вырастет я говорю а чего вы взяли то я вам в голову заседлю самые мелкие плоды будут 50 грамм скорее всего 50-70 может достанет и дотянут как с материнского дерева а может и перетянут и так бывает вот кое-как я успокоил а то уже это а мы вырастили мы дички вырастили он говорит правильно а чего же не вырасти то когда это я дички выращивал все в моей жизни было вот в общем вы поняли да и так вы видите саженцы которые не имеют нижескелетных веток которые выращены так что вот это рай для этих самых для тех выпускниц эти меряги которые ой и вот тут его и не удалось бы что-нибудь срезать не удалось бы но другое дело что они не имеют понятия что дерево надо так отрезать но мы к этому еще придем повнимательно посмотрели видели не на девушку мне еще на девушку заглядываться смотрите насаженцы вот чудо вот еще раз не наша вина не наша проблема они сами знают как им расти понятно даже как и здесь что я показывал вот и не нам быть судьями и не нам быть палачами самое страшное это палачи это палачи где они тут где листы они ладно дальше все таки буду придерживаться какого-то порядка какого-то Продолжение следует...